Следующий доклад. Слово предоставляется Алексею Павловичу Галипорьеву, председателю Союза потомков галиполитцев. Название доклада «Крым после Врандли» в Галиполе. Ваше Высокополея Священство, уважаемые дамы и господа. Это с чувством глубокого переживания, что я стою сегодня здесь, перед вами, на нашей священной русской земле. 95 лет назад наши отцы и деды покидали их любимую родину. Под блестящей организацией генерала Петра Николаевича Брангеля 126 кораблей вывозили в неизвестность 150 тысяч человек. Большинство воинов русской армии. Эти белые воины были потом разбортированы по разным лагерям. В Галиполе для 1-го армейского корпуса, генерала инфантерии Александра Павловича Кутепова, лемнаст для казаков, визаж для флота. Еще были два лагеря под Константинополем, Кабаджа и Чаталджао. Но хотел бы сейчас вернуться к последнему качку русской земли до съезда русской армии генерала Петра Николаевича Брангеля. И обсудить с вами, что произошло здесь, в Крыму, после отбытия русской армии и провозглашенной амнистией товарища Фрунзе. Я постараюсь через рассказы очевидцев и опубликованных статьям в русской прессе того времени привести слова Бимукунова, который описывает с большой силой расправы нечеловеческую жуткую обстановку этого времени, ноября-декабря 2020 года. За Деникиным, как мы знаем, последовал Верангель. Здесь жертвы исчисляются уже не десятками тысяч. Крым назывался Всероссийским Кварбищем. Мы слышали об этих тысячах от многих приезжих в Москву из Крыма. Расстрелили на 50 тысяч, сообщает газета «За народ». Другие числа жертв исчисляют в 100, 120 тысяч и даже 150 тысяч. Какая цифра соответствует действительности, мы, конечно, не знаем. Пусть она будет значительно ниже указанной. Неужели это уменьшит жестокость и ужас расправы с людьми, которым в сущности была гарантирована амнистия к верхам Фрунзе? Здесь действовал известный венгерский коммунист, журналист Белла Крун, не постыдившийся опубликовать такое заявление. Товарищ Штроцкий сказал, что не приедет в Крым до тех пор, пока хоть один контрреволюционер останется в Крыму. Крым – это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочит. А так как Крым отстал на три года в своем революционном движении, то мы быстро подвинем его к общему революционному уровню в России. И подвинули. Еще не с выгонными массовыми расстрелами. Не только расстреливали, но и десятками зарубали шашками. Были случаи, когда убивали даже в присутствии родственников. Война продолжится, пока в Красном Крыму останется хоть один левый офицер. Так гласили телеграммы завестителя Троцкого в Левом Совете, Склянского. Крымская резня 2021 года вызвала даже особую ревизию со стороны ВЦИК. Были допрошены коменданты городов, посвидетель корреспондента Руля. Все они в оправдании предъявили телеграмму Белакуна, его секретаря Землячки. Землячка Самойлова получился в марш с 21-го года за особые труды в орден Красного Знания. И с приказанием немедленно расстрелять всех зарегистрированных офицеров и военных чиновников. И так расстрелы первоначально происходили по регистрационным спискам. Очередь в очередь при регистрации, рассказывает очевидец Осокин, приславший свои показания в Лозанский суд, было тысячи человек. Каждый спешил подойти первым к могиле. Месяцами шла война. Смертно-досомное токание пулемета слышалось каждую ночь до утра. Первая же ночь расстрела в Крыму, два тысячи жертв в Симферополе. В Симферополе 1800, в Феодосии 420, в Киршичи 1030 и так далее. Неудобство оперировать такими укомплектованными батальонами сказалось сразу. Как не мутнел рассудок, у некоторых осталось достаточно воли, чтобы бежать. Поэтому на будущее назначены были меньшие партии и две смены за ночь. До Феодосии 60 человек в ночь 120. Население ближайших к пьезду расстрела домов выселилось. Не могло вынести ужаса пытки. Да и опасно. Недобитые отползали к домам и стонали о помощи. За сокрытие стерждопольные поплатили с головой. Расстреливали их, бросали в старые генуэйские колодцы. Когда же они были заполнены? Выводили днем партию приговоренных якобы для отправления в копии. За светло заставляли рыть общие могилы. Запирали часа на два в сарай, раздевать до крестика и с наступлением темноты расстреливали. Складывали рядами. На расстреливаниях через минуту вложились новый ряд живых подравнения. И так продолжалось, пока яма не наполнялась до краев. Еще утром переканчивали некоторых размаживанием головы камнями, сколько похоронено полуживых. В Кешчи устраивали десант на Кубанте. Возили в море и топили. Обезумевших жен и матерей гнали ногайками и иногда расстреливали. За еврейским кладбищем в Симферополе можно было видеть расстрелянных женщин с грудными младенцами. В Янте, в Севастополе выносили на насилках из базарета и расстреливали. И не только офицеров, солдат, врачей, сестер милосердия, учителей, инженеров, священников, крестьян и так далее. Когда первые запасы обреченных стали приходить к концу, началось пополнение из деревень, хотя там расправа часто происходила на месте. В городах были организованы облавы. Например, в Симферополе в результате облавы 12-20 декабря оказалось задержанными 12 тысяч человек. Когда горячка прошла, начали вылавливать по анкетам. Писать их приходилось целыми десятками в месяц. Не только служащим, всему населению от 16 лет. Иногда анкеты состоят из 40-50 вопросов. Каждый год в вашей жизни освещался самыми детальными вопросами. Обращалось внимание на происхождение, имущество и поважение. Не только опрашивание моего, но и отца, деда, дяди и теток. Отношение к красному террору, к союзникам, к Польше, к миру с Польшей. Сочувствуйте ли вы Врангелью, почему не уехали с ними и так далее. На все нужно было ответить. Через две недели каждый обязывался прийти в ЧК, где еще раздопрашивался следователями, старавшимися сбить нечаянными и бессмысленными вопросами. И по поддержанию искуса получал на руки заверенную копию анкеты. За точность сведений каждый ручался своей головой. Тех, кому сохранили жизнь, отправляли затем в концентрационные лагеря с севера, где многие нашли свою могилу. Тот, кто бежал, навлекал месть на оставшихся. Например, за бегство шести офицеров из лагеря на станции Водисвай, было расстреляно 38 заключенных. В Кешчи регистрация коснулась всего населения. Город был окружен кольцом патрулей. ЧК предписало населению запастись на три дня продовольствия и не покидать в течение этого времени жилищ под страхом смертной казни. На основании предсветленной анкеты жители были разделены на три категории. Причем активно воровшихся и потом расстрелянных оказалось, по сообщению кешчинских известий, 860 человек. Однако жители города утверждали, что эта цифра преуменьшена вдвое. Наибольшие расстрелы были ходили в Севастополе и Балаклаве, где ЧК расстрелял, если верить очевидцам, до 29 тысяч человек. В Севастополе большевики расстреляли, между прочим, свыше 500 портовых рабочих, содействующих погрузке на суда войск генерала Врангеля. 28 ноября уже появляется в известиях временного севастопольского ревкома первых список расстрелянных из 1634 человека, из них 978 женщин. 30 ноября публикуется второй список, 1202 человека, из которых 88 женщин. Считается, что в одном Севастополе за первую неделю большевики расстреляли более 8 тысяч человек. Но в Севастополе не только расстреливали, но и вешали. Вешали даже не десятками, а сотнями. Лица, вырвавшиеся из Крыма, случайные иностранцы и другие, рассказывают потрясающие картины зверств на столбах последних новостей. Общего дела и руля. Как несубъективны показания очевидцев, им нельзя не верить. Нахимовский проспект увешан трупами, рассказывают корреспонденты руля. Нахимовский проспект увешан трупами офицеров, солдат и гражданских лиц, арестованных на улице и тут же на спех казненных без суда. Город вымер, население прячется в погребах, на чердаках. Все заборы, стены домов телеграфные и телефонные столбы, витрин магазинов, выписки, оклеены плакатами. Смерть предателем пишут общему делу. Офицеров вешают, добавляют другой очевидец, обязательно в форме, с погонами. Невоенные большую частью болтались полураздетыми. На улицах вешали для назидания. Были использованы все столбы, деревья и даже памятники. Исторический бульвар весь разукрасился качающимися в воздухе трупами. Та же часть постигла Нахимовский проспект, Екатеринскую и Большую морскую улицу и Приморский бульвар. Приказом команданта Бемера, бывшего германского лейтенанта во время оккупации Крыма, гражданское население лишило право жаловаться на исполнителей советской власти, так как оно содействовало белогвардейцам. Действительно, то были дикые расправы. Расстреливали больных и раненых в лазаретах. Во рубке, например, в земских санаториях 272 человека. Врачей и служащих Красного Креста. Сестер милосердия. Зарекистын, тоже факт, единовременного расстрела 17 сестер милосердия. Земских деятелей, журналистов и прочее, и прочее. Тогда же расстрелил народный сателлист Люргей только за то, что он был редактор на южных ведомостей и секретарь Приханова. И сколько таких же стоявших даже в рядах активно боровшихся. Число жертв свидетельствует корреспондент воли России. За одну ночь доходило до нескольких тысяч человек. Сегодня мы здесь с вами, потому что наши отцы и деды смогли выехать и создать зарубежную Россию. Но не надо забыть всех тех, которые не смогли и не захотели выехать, поверив в словах амнистии. Мы этих бедных людей не забудем и будем их поминать в наших молитвах. Мы тоже не забудем и не понимаем, почему еще сегодня покоится на самом престижном месте в России, у кремлевских стен, палачи русского народа, белоком и зимнячком, не говоря уже о Мазареи. Спасибо за внимание. Я бы хотел на дополнительную докладу вот такую маленькую справочку дать. В середине 90-х годов прошлого века в Крыму была создана группа под названием «Ребилитированные истории». Эта группа профессиональных историков, русский состав, человек 10, была допущена в архив службы главного управления, службы безопасности Украины в Крыму. И они работали с архивно-следственными делами, репрессированных и реабилитированных крымчан. И тогда же, конечно, возник вопрос, а сколько жертв красного террора мы имеем за 20-21 годы. Значит, несмотря на то, что эти документы были рассекречены и предоставлены историкам, картину это не прояснило. То есть формы казни известны, социальный состав казненных известен, а количество атакой остается загадкой. И в этом вопросе разброд идет очень серьезный. Историки КПСС дают цифру 20 тысяч жертв красного террора в Крыму. Иван Сергеевич Шмелев в солнце мертвых приводит 150 тысяч человек. И я склоняюсь к тому, что, наверное, наиболее точную, ну, близкую к действительности цифру дает Максим Иоанн Александрович Волошин. Дело в том, что человек, он был коммуникабельный, и он контактил с одним из организаторов красного террора с балаконом. И Максим Иоанн Волошин называет цифру в 100 тысяч человек. И вероятно, это наиболее близкая к реальности цифра. 100 тысяч человек мы потеряли в Крыму в 20-21 году. И в течение года продолжалось вот то, то жуткое явление, которое вошло в историю под названием «Красный террор». Это ноябрь 20-го, ноябрь 21-го годов. Продолжение следует...